Нынешнее первенство страны по прыжкам в воду – это лишь второй крупный турнир по этому виду спорта, который принимает столица нашей республики. Чуть больше двух лет назад в бассейне Дворца водных видов спорта состоялся финал Кубка страны с участием ведущих российских спортсменов. Лучшие молодые прыгуны должны были приехать в Саранск год спустя, но из-за пандемии первенство страны пришлось проводить уже в 2021-м. Но место организаторы решили не менять. Мы специально делаем соревнования в разных регионах, в том числе, конечно, и в Саранске, и он был запланирован у нас в прошлом году, но в связи с коронавирусом, к сожалению, перенесли мы старт. А вообще база у вас вполне соответствует нашим требованиям и, конечно, при должной, скажем так, поддержке вашего местного руководства мы с удовольствием будем проводить соревнования у вас. В сильнейшем составе российские юниоры встретились впервые за последние полтора года. Как за это время мог измениться расклад сил, кто прогрессировал, а кто наоборот остановился, перед стартом не могли предположить даже опытные специалисты. Спортсмены здесь в полном составе, показывают свою сложнейшую программу. Ну, в связи с перерывом, конечно, есть определенные недочеты, но надеемся на лучшее, что, в общем-то, увидим здесь очень хорошие, красивые прыжки и лучшие спортсмены себя проявят. Россия – единственная страна, которая за последние 20 лет сумела отобрать у китайцев сразу два золота на одной Олимпиаде. Случилось это в 2000 году в Сиднее. Тогда представители Поднебесной завоевали пять наград высшей пробы из восьми возможных. После этого китайцы побеждали как минимум в шести видах программы. Одним из героев Сиднее был уроженец Пензы Игорь Лукашин, который в паре с легендарным Дмитрием Саутиным стал победителем Олимпиады в прыжках с 10-метровой вышки. Красивый на самом деле дворец водных видов спорта, то есть хороший бассейн, светлый бассейн, то есть новый, современный, с хорошим ремонтом, много трамплинов метровых и вышка хорошая. То есть, конечно, рад, что есть прыжки воды теперь здесь, развиваются прыжки воды. Надеемся, что будет дальнейшее развитие. Даже по первому дню судить, то есть прыжки сложные, прыжки конкурентоспособные, для того же первенства Европы, первенства мира. То есть, как бы развитие оно было, есть и, надеюсь, будет. Первые награды нынешнего первенства страны были разыграны в состязаниях девушек в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В числе претенденток на медали в этом виде программы была представительница семейной династии прыгунов в воду Ксения Доброскок. Ее отец Александр Доброскок был серебряным призером на всю той же Олимпиаде в Сиднее в паре с тем же Дмитрием Саутиным. А дядя Дмитрий завоевал бронзу в Пекине спустя 8 лет. Был выбор, мне просто нравился этот спорт. Когда нужен совет, я могу что-то спросить. Именно Ксения Доброскок в паре с Марией Бутиновой вели основную борьбу за победу в прыжках на трехметровом трамплине. Их главные соперницы – две Виктории Фролова и Просекова. Из Санкт-Петербурга после трех прыжков уступали соперницам порядка семи баллов. Однако две заключительные попытки девушки из города Бузулук смазали, а соперницы наоборот – исполнили свои прыжки чисто. После пятой попытки питерский дуэт вполне мог лидеров потеснить, но в итоге по общей сумме их разделили всего 54 сотые балла. В общей сложности за шесть соревновательных дней в Саранске за награды будут бороться полторы сотни прыгунов двух возрастных групп – 14-16 и 17-19 лет. На турнире представлены спортсмены из 13 регионов страны, в том числе прыгуны из Мордовии. По итогам этих соревнований теннисский штаб сборной страны определит состав команды на поездку на первенство Европы. Юрий Васипов, Александр Зюзяев. Программа «Наш спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова